Британские ученые Все дело в неправильном распределении средств и необъективной оценке научной значимости исследований, проводимых британскими учеными. Выводы были сделаны на основании анализа методами математической статистики успешности подачи грантовых заявок и их результатов в виде научных публикаций. Исследователи считают, что спонсоры должны выбирать те исследования, которые отвечают на важные вопросы и имеют хорошую методологию, а не те, которые ведут к удивительным выводам и интересным интерпретациям. Уникальный эксперимент по сравнению характеристики поведения за рулем мужчин и женщин провели ученые из Голдсминского колледжа в Лондоне. Полученные данные позволили ученым сделать вывод, что за рулем агрессивнее себя ведут женщины. По данным статистики, представительницы слабого пола более возбудимы и нервозны, чем мужчины. На 14% чаще, чем представители сильного пола, женщины могут агрессивно реагировать на критику, звуковые сигналы и другие раздражители. Установлено, что даже некрасивое поведение других водителей на дороге может вызвать у женщин раздражение и, соответственно, более бурную реакцию, чем у мужчин. При этом автобомбилистки относятся к более аккуратным водителям, чем представители сильного пола. Женский мозг лучше ориентируется при переключении с одной задачи на другую, чего нельзя сказать о мозге мужчин, считают исследователи Высшей школы экономики. По словам ученых, при переключении с одной задачи на другую, женский мозг затрачивает намного меньше количества энергии, чем мозг мужчин. Кроме того, он не задействует дополнительные отделы. Подобное поведение мозга свидетельствует о том, что для мужчин множество задач, которые необходимо выполнить, представляет собой тяжелую ношу. Эта особенность мозга можно объяснить исторически сложившимся укладом, когда женщина, заботясь о детях, все время была настроена на решение сразу нескольких задач, в то время как у мужчин не было подобного опыта. Это были самые гендерно заряженные новости науки на сегодня. Пока!